Судьба молодых специалистов, оканчивающих средне-специальные и профессионально-технические учебные заведения, стала центральной темой заседания областного исполнительного комитета. Как сделать так, чтобы предупредить отток кадров в другие регионы и за рубеж, при этом обеспечить юношам и девушкам достойные условия труда и хорошее первое рабочее место? От того, насколько грамотно и компетентно будет решаться этот вопрос, зависит социально-экономическое положение региона в ближайшие несколько лет. Я хотел бы еще раз обратить внимание, что то решение, которое было принято в 2015 году, было вызвано серьезной ситуацией на рынке труда, снижением экономической активности предприятий, сокращением количества работающих. Сейчас ситуация с трудоустройством выпускников, она более-менее нормализовалась. Первое рабочее место предоставляется всем выпускникам в бюджетной сфере, имеется в виду бюджетной формы обучения, и пожеланию тем, кто обучается платно при наличии мест трудоустройства. Да, государство сегодня гарантирует молодым людям, выбравшим среднеспециальные профессионально-технические учебные заведения, первое рабочее место. И это очень важно для юноши и девушек, которые только начинают свою дорогу во взрослую жизнь. Активно должна использоваться система целевой подготовки кадров. Об этом в рамках заседания не раз говорили участники исполкома с оговоркой. Подготовка должна вести в соответствии с требованиями, которые предъявляет рынок труда. Структурным подразделениям обл. исполкома Горисполком необходимо продолжить работу по активизации деятельности в прогнозировании потребностей и формировании заказа, в том числе организации частной формы собственности с использованием данной системы. Отмечается системная работа по организации целевой подготовки Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Главных управлений по здравоохранению и по образованию Брестского горисполкома, Ганцевического, Ивацевического, Барановичского горисполкома. Востребованность рабочих специальностей будет сохраняться. И это понятно, ведь люди таких профессий заняты во многих важных отраслях экономики и промышленности. Расширенный материал по итогам большого открытого диалога Смотрите завтра в итоговой программе BookInform.